Всем привет, с вами Алекс, и сегодня будет немного необычное видео про банки, а именно про Ситибанк. Обычно для своих роликов я, например, заказываю карту, пробую её, хожу с ней, либо же беру тарифы и разбираю их, как, например, было с Тинькофф Прайват, который всё ещё не вышел. Кстати, ссылочка вот где-нибудь здесь будет, или здесь, или в описании. Сегодня же я хочу рассказать про мой отвратительнейший опыт взаимодействия с Ситибанком. Опыт был настолько хреновый, что это стало одной из моих любимых баек. О том, как не надо строить процессы в банках. На самом деле, я долго думал, стоит ли выпускать этот ролик, или, может быть, мне стоит дать им второй шанс, опять заказать карту, попробовать их, попробовать их опять в мобильное приложение и тому прочее, но чё-то мне вообще не захотелось, когда я начал вспоминать всю эту историю. И вдобавок, когда я зашёл к ним на сайт, и попытался войти в личный кабинет, я понял, что поменялось мало что. И маловероятно, что они стали прям сильно лучше с тех времён, а прошло уже несколько лет, год 4, наверное. Но, если вы хотите полноценный ролик о Ситибанке, об их тарифах, и о том, как я мучаюсь с этой карточкой, то пишите в комментариях, ставьте лайки, попробуем сделать. Несколько лет назад я захотел себе получить премиальную карту, первую в моей жизни. Тогда я мало разбирался в банках, чем они отличаются друг от друга, у меня был, по-моему, только Сбер и ещё один какой-то непонятный банк на тот момент, ну, помимо английских. Если не ошибаюсь, тогда у меня даже не было карточки от Тинькофф, но я уже, честно сказать, не помню. По многим причинам, прямо с глубокого детства, у меня сложилось впечатление, что Ситибанк очень крутой премиальный банк, в котором надо иметь карточку, когда ты становишься такой крутой весь и все дела. Так что, конечно же, я захотел получить эту карточку, когда у меня появилась такая возможность. Изучив немного тарифы и морально смирившись с тем, что мне придётся платить 2 или 3 тысячи рублей в месяц, потому что, ну, не подходил я всё ещё по ним для получения премиальной карты, я двинулся в банк. Совершенно не помню, была ли возможность оформить эту карту дистанционно или же нет, ощущение, что нет. Когда я пришёл в офис и сказал, что хочу оформить премиальную карту, меня сразу же подотащили подписывать документы. И уже на этом моменте я стал думать, что не стоило мне приходить в это место. Мне принесли просто хрену в гору бумаг для подписи, и я стал сидеть с менеджером их читать, подписывать. Мне кажется, я поставил подписи эдак в 20 или 30 местах. Сейчас уже, конечно, не помню, может быть, я преувеличиваю, но по ощущениям это заняло очень много времени. По-моему, с этим менеджером я сидел минут 40, пока всё это прочитал, писал и на слайде ждался жизнью, скажем так. И, честно сказать, я слабо верю, что этот бюрократический ад прямо сейчас поправили, или вот прямо резко так поправят и выкинут нахрен все эти документы бесполезные, но пожелаю Сити лучшего. Наконец-то, когда я закончил подписываться все эти хреновые документы, я узнал, что мне надо подождать карту опять несколько дней. Ну ладно, стандартная процедура, надо имбассировать её, все дела. Несколько дней дозаймёт. Я немножко удивился, когда мне сказали, что надо прийти в офис её забирать, потому что даже, по-моему, Сбир на тот момент умел присылать карту по почте, хотя могу и путать. Наконец, закончил оформление, я двинулся домой и стал ждать. Не зря же я страдал, оформляю всё это. На самом деле, достаточно смешно то, что сейчас, когда мне какой-то банк говорит, что надо идти в офис, оформлять эту карточку, я не оформляю эту карточку. Мне лень-то её идти забирать, я хочу увидеть курьера. Но тогда я был мал и наивен. Через пару дней мне пришла заветная смс о том, что карточка готова, приходите забирать. Я уже такой радостный пришёл в офис, мне её отдали, со мной мило поболтали, помогли мне положить сколько-то денег на эту карточку, причём почему-то в долларах, вот не помню, как это сложилось. И я с огромным удовольствием двинулся домой, чтобы насладиться прелестями премиальной своей первой карты. Такое событие в жизни. Ух, круто. И придя домой, я начал привязывать эту кашку к приложению, к сайту, и мне стало грустно и плохо. И продолжились мои страдания. Приложение, как мне показалось, было прямиком из нулевых, тех старших времён, когда люди не знали, что нужно делать в приложении мобильном. И было всё очень-очень плохо. К сожалению, скриншотов из тех времён не осталось, я старался поискать у себя в картотеке, но ничего такого не нашлось. Но спасибо на том, что их приложение выглядело чуть-чуть лучше, чем их внутренний сайт, который был совсем плох. Вот кусочек для входа в личный кабинет, который прямо сейчас доступен на их сайте, и как бы... Согласитесь, что вы такое, наверное, давно уже не видели. Есть сравнение с российскими другими банками и финансовыми структурами. На самом деле, я понимаю, почему у них такое плохое приложение и сайт, по той простой причине, что банк это американский, а американские банки создавали свои сайты в 90-х годах, когда только зародился интернет, и поэтому через 30 лет дедушкам и бабушкам удобно им пользоваться, а в Америке все деньги только у пенсионеров. Так что это логично. Какой нахрен вам дизайн? Держите формочку, заполните, и всё, наслаждайтесь жизнью. А лучше по телефону звонить, чтобы ничего не делать самостоятельно. Как вы можете догадаться, чата с поддержкой там, конечно же, не было. Ну, насколько я помню. Когда я начал изучать личный кабинет веб-сайта, я долго думал, как же отключить Wayback Machine. Это такой ресурс, который отсылает вас в прошлое в интернете и показывает, как страница выглядела ранее. Но это на самом деле просто их был дизайн, и с этим ничего нельзя было сделать. Запутанный, перегруженный, страшный, ну, всё такое. Была лишь у меня одна радость на тот момент, то, что я не подписался на их брокерские услуги, потому что брокерский счёт у них выглядел ещё хуже, и мне кажется, клиенты им не должны были пользоваться. И это было для внутреннего использования сотрудников банка, то есть вы там приходите в офис, и вам помогает купить акцию. А ещё лучше вы будете звонить брокеру по телефону, ну, как в лучшие времена, в 80-е. Короче говоря, полный мрак, а не сайты, приложения. Пустив свою айтишную слезу, я двинулся обратно в банк. Сотрудники очень сильно удивились, увидев меня буквально через час после момента, когда я забрал свою карточку. Наверняка они подумали, что мне надо чем-то помочь, может быть, ещё денег положить на счёт, или снять, купить акцию, что угодно ещё. Но когда я потребовал закрыть свой счёт, вот прямо сейчас, они немножко охренели, мне кажется. Они начали меня расспрашивать, что же случилось, почему так быстро, что такого произошло? Ну и я ответил, что дизайн говно. И с таким продуктом стыдно работать в России. Ну, это лично моё мнение. Но есть Тинькофф, есть Сбербанк, есть Альфа-Банк, есть ВТБ. Они все разные по размеру. Тинькофф был на тот момент маленький, поэтому мне в Сити сказали, что ой, херня, они крапузы, ничего интересного, чё с ними равняться? Когда я сказал про Сберу, они чё-то замолчали на этот момент, потому что у Сберу приложение вполне годное уже несколько лет. Заполнив очередную кипу бумаг для закрытия счёта и прождав ещё минут сорок, когда мне дали мои там несколько долларов, я убежал из Сити Банка и больше никогда к ним не возвращался. Суть по всему, они всё-таки умудрились найти дизайнера, потому что сейчас внешний сайт для, например, премиальных клиентов выглядит вполне прилично и современно. Но всё ещё, смотря на форму входа в личный кабинет, которого у меня нет, я понимаю, что внутри они мало что переделали. И это очень грустно. Ну а по скринам приложения, которые есть на сайте, мало что можно понять, потому что это такая простая формочка, листик, ну, херня, а не приложение. Неинтересно, скучно, все дела. Приложение же банковское, надо заходить, там же весело, как у Тиньков, как у Альф, как у кого угодно ещё. Как вы можете заметить, я даже не ругаюсь на Альфу в этом видео. И на ВТБ, и на открытие, и на кого угодно ещё, настолько у Сити было всё плохо. Ну что, хотите помочь мне? Тогда пишите в комментариях, чтобы я заказал эту карту и ещё раз попробовал всё это счастье на себе. Может быть, у них что-то стало лучше. Но я, честно говоря, не верю в это. И настолько сильно я не верю, что хочу попросить у вас хотя бы 100 лайков на это видео, потому что иначе я не хочу страдать. И, пожалуйста, кидайте это видео друзьям, так далее, шерьте, ставьте лайки, комментарии пишите, вот это всё, чтобы видео продвигалось, и я понял, что вы хотите, чтобы я пострадал. Я ведь правда очень хочу опять использовать Ситибанк. У меня даже была ещё одна смешная история. Короче, я был как-то в Домодедово, что ли, там стоял ларёк с Ситибанком, ко мне подбежал паренёк, спрашивает, хочу ли я завести карту Ситибанка, и я начал с ним, короче, спорить на 10 минут, почему Ситибанк говно. Кстати, если вы хотите поддержать мой канал, то вы можете либо подписаться на мой бустик, где выходит эксклюзивный контент и есть чатик для подписчиков, либо же оформить одну из премиальных картиньков или непремиальных, так вы тоже не можете поддержать мой канал, а заодно получите дополнительный бонус. Все ссылочки внизу. Ну а на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы получать уведомления, отправляйте видео своим друзьям, чтобы они тоже посмеялись с этой грустной историей. Матане!